Витаю, дорогие друзья! Сегодня поделюсь с вами рецептом гарных и смачных тесточек для детей Великодни Гнездечка. Перед вами пока только те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Смотрите его под видео в описании. Так как мне надо использовать белки, то тесто замешиваю на одном яйце. Среднее яйцо, чистый вес 45 грамм. Но его можно заменить на 2 желтка. Корзиночки получатся более нежные. Для теста лучше взять не сахар, а сахарную пудру. И сюда уже добавила пол пакета ванильного сахара. Пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, мука и сливочное масло. Масло и яйцо должны быть комнатной температуры. Сразу взбиваю одно масло до однородности на средней скорости миксера. Можно тесто приготовить и венчиком, просто миксером быстрее. Один раз очищаю миску, собираю все в комочек, чтобы лучше и быстрее перемешалось. И снова взбиваю. Все, масло однородное, пышности и посветления добиваться не надо. Высыпаю сюда соль, сахарную пудру вместе с ванильным сахаром. Снова собираю масло. И начинаю взбивать на самой низкой скорости, чтобы пудра не взлетела. Потом ее увеличу до средней. Добавляю яйцо и продолжаю взбивать до однородности и до легкой пышности. С пудрой тесто замешивается быстро. Если возьмете сахар, то вот сейчас с яйцом вам придется взбивать его до полного растворения сахара, чтобы тесто было более нежное. Масло хорошо соединилось с яйцом, не рассекается, не расслаивается и своей консистенцией очень напоминает крем. Все, взбивать достаточно. К муке добавляю разрыхлитель, хорошо его перемешиваю. Муку я уже предварительно просеяла. И добавляю в тесто. Не все сразу, пару столовых ложек оставлю. Замешиваю сразу лопаткой, чтобы масло не согревать руками. Если масло согревается, тесто получается жирное. Вам хочется все больше и больше добавить муки. И в итоге получается очень твердая и совсем не рассыпчатая выпечка. Сразу просто перемешиваю, потом придавливаю тесто. Так оно замесится быстрее. Зачищаю стенки, поднимаю все с донышка. Видите, сколько там сухих крошек. Крошек и муки. Все это вмешиваю. Все, тесто уже однородное, но видно, что оно очень мягкое. Но слишком плотным его делать и не надо. Хорошо собралось в комочек, можно домесить на столе. На стол высыпаю ту муку, которую не добрала. И на муку выкладываю тесто. Подпыляю немного сверху, чтобы сразу не прилипнуть. Обваляю муку. И вымешиваю тесто. Складываю, аккуратно его придавливая, совсем не так, как дрожжевое. Не надо давить до самого стола. И не замешивайте долго. Все, муки достаточно. Это убираю. Вот такое получается тесто. Мягкое, не блестит от жира, не прилипает к рукам. Я его придавливаю. И оно не липкое. Подпыляю коврик. Тесто сверху тоже. И оставляю минут на 5. Пусть полежит. Оно станет чуть-чуть плотнее. И буду делить на порции. Зачищаю стол. Убираю все эти крошки. Из теста делаю такую толстенькую колбаску. И раскатываю в жгутик. Коврик немного подпыляю мукой. Оно очень приятное в работе. Послушное. Только не надо его сильно давить. И делю на 14 примерно одинаковых кусочков. Можно под линейку или взвешивая. У меня уже есть на канале видео песочные корзинки с белково-заварным кремом. Там я раскатывала тесто. Попробуйте еще так. Может для вас это будет проще и легче. Теперь все эти кусочки округляю. Сверху их можно немного подпылить мукой. Чтобы легче было с тестом работать. И заполняю формочки. Я их ничем не смазываю. Тесто достаточно жирное. Корзинки и так хорошо повыпадают. Укладываю на донышко. Немного придавливаю посередине. В центре. И начинаю тесто разравнивать по стенкам. И старайтесь на вот этих вот зубчиках, чтобы оно не сильно продавливалось. Иначе корзинки будут легко ломаться. Вырисовываю донышко. Вот здесь вот прохожусь по уголочкам. Только не делайте его сильно тонким. Получается такая корзинка. Обязательно накалывайте донышко, чтобы оно не сильно вздувалось. Расставляю на расстоянии, чтобы лучше пропекались. Можно на листике или на решетке. Это уже смотря как хорошо пропекает ваша духовка. Корзинки испеклись. Выпекались они 16 минут при температуре 200 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Немножко они уже остыли. Вот такая верхушка. Видно, что корзинка глубокая. И вот так пропекается донышко. Они легко выпадают из формы. Не ломаются, остаются целенькими. В тесте достаточно жира, поэтому формы смазывать не надо. Корзинки остыли. Теперь их надо наполнить. Подойдет варенье, джем или повидло. Только выбирайте погуще. У меня малиновый джем на акаре. Его приготовление есть на моем канале. Это заготовки на зиму, консервация. Для крема мне понадобится белок. Лучше берите комнатной температуры. Сахар. Только что закипевшая вода. Ванильный сахар. Щепотка соли. И щепотка лимонной кислоты. Соль я сразу добавляю к белкам. Обязательно взвешивая, добавляю кипяток. Его надо взять в 3 раза меньше, чем сахара. А сахара в 2 раза больше, чем белков. Это правильные пропорции для крема. Лимонная кислота понадобится чуть позже. А сахар аккуратно перемешиваю, чтобы он не разлетался по стенкам. В горячей воде он быстро растворяется. И поставлю на огонь. Очень важно, чтобы стенки ковшика оставались чистыми. Поэтому помешиваю не от середины к стенкам, а наоборот от стенок к середине. Подготовьте ложку. Может быть придется собирать пенку. Градусник. С ним намного легче сварить сироп. И помешивать его можно только до закипания. Как только закипит. Снять пеночку, если она появится. Добавить лимонную кислоту. И оставить в покое. Уваривать его надо до температуры 118-120 градусов. Не больше. Иначе крем может горчить. Вот посмотрите, я помешиваю. Ковшик остается чистым. Сахара на дне уже немного. Вдруг у вас вот здесь появился сахар над водой. Возьмите кисточку, смочите в горячую воду. И обмойте стенки ковшика. Вот сахара на донышке уже почти нет. Сироп скоро закипит. Появляются маленькие пузырьки на донышке. Как только пойдут бульки, оставлю его в покое. Белок еще не взбиваю, еще рано. Он взбивается быстрее, чем сварится сироп. Так, посмотрите, какое кипение. Покажу, какой огонь меньше среднего. Сироп чистый, грязной пенки нет. Собирать нечего. Прокипел он уже минуту. Добавляю щепотку лимонной кислоты. Аккуратно перемешиваю. И оставляю в покое. Сироп будет кипеть еще около 4 минут. Начинаю взбивать белки. Напомню, здесь уже есть щепотка соли. И сразу на невысокой скорости, чтобы они разбились до однородности. Потом ее постепенно увеличу до четвертой из пяти возможных. Когда они превратились в пышную воздушную массу, высыпаю пакетик ванильного сахара. И продолжаю взбивать до большей пышности. Чтобы после венчика оставался хорошо заметный рисунок и рельеф. Проверяю сироп. Белки пока оставила. За 20-30 секунд с ними ничего не случится. Вот 120 градусов сразу же снимаю с плиты. Снова взбиваю белки после того, как они постояли. И тонкой струйкой вливаю сироп. Можете для удобства поставить белки рядом с сиропом. И параллельно взбивания проверяйте его температуру. Пока вливаю сироп, взбиваю на средней скорости. А потом ее увеличу до максимальной. Старайтесь, чтобы он попадал именно на белковую массу. Не на стенки миски, иначе он опустится на дно. И не на венчики, иначе будет разлетаться по сторонам. Взбить белки надо до хорошей плотности, до увеличения в объеме и до остывания. Сейчас они горячие, а остыть должны до теплого. Ковшик чистый, значит сироп сварился правильно и по стенкам не засахарился. Белки взбивались уже 6 минут. Если вы считаете, что уже достаточно, то можете проверить. Поднимите венчики. Если они выходят без крема, значит взбивайте дальше. Нельзя точно указать время, так как оно зависит от количества крема, от мощности и скорости вашего миксера. Его ход уже тяжелый, чувствуется, что крем становится плотнее, рука устает, но продолжаю взбивать. На канале уже есть видео с подробным приготовлением белково-заварного крема. Но там я его готовила планетарным миксером, а сегодня показываю ручным. Многие считают, что это невозможно, что крем не будет таким плотным и устойчивым. И вот показатель того, что крем уже почти готов. Белки собираются в середину, отходят от стенок миски, появляются хорошо заметные пустоты. И чем они больше, тем плотнее крем. После добавления сиропа взбивала я его 10 минут. Не верьте, что 2-3 минут будет достаточно. Добивайтесь вот такой вот плотности. Его даже тяжело стряхнуть. Вот такой должен получиться крем. Посмотрите, какие пустоты в креме. Вот насколько он плотный. Все, можно украшать корзинки. Украшаю корзинки в виде гнездышек. Послушайте, как он трещит, насколько он плотный. А рисунок зависит от насадки. Чем длиннее зубчики, тем больше рельеф. Думаю, у многих останутся белки. И это хороший вариант, вкусный, красивый их использовать. И в эти гнезда выкладываю яйца. Сейчас продаются вот такие украшения для пасок. И можно купить конфеты, дрожжи. Тоже в виде яиц. Вот такие получились пирожные. Очень красивый и интересный десерт для детей на пасхальные праздники. Они любят объедать верхушки пасок, украшения. Поэтому такие пирожные им будут только в радость. Готовьте с удовольствием. Радуйте свою семью такими вкусными и красивыми пирожными. И приятного вам чаепития. Ну, а если вам подобаются мои рецепты, делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал, залишайте комментарии. Щиро дякую за вподобайки. И бажаю вам всего наикращего. Угу.